В действительности всё иначе, чем на самом деле. Антуан Тесен-Текзептерей. Почему я начала именно с этой фразы программу, вы узнаете дальше в нашем разговоре. Добрый вечер, вы смотрите «Вечерний разговор». И сегодня моим собеседником будет председатель Общественного совета за свободную родину Игорь Тулянцев. Добрый вечер, господин Тулянцев. Спасибо, что вы нашли для нас время. Здравствуйте, здравствуйте. Вам спасибо за приглашение. И нас с этой фразы я начала. Знаете почему? Потому что есть такой праздник, который, я знаю, вы его каждый год отмечаете. Моя семья празднует. И много-много семей не только в Молдове, но и на территории Большого Советского Союза, как 9 мая, День Победы. Для нас он всегда был Днем Победы, но вы знаете, что уже более 20 лет в Республике Молдова к этому дню пытается поменять отношения, пытается объединить с другим праздником, либо же дать другое название одному и тому же дню. Давайте попытаемся разобраться. Мы говорим сейчас все-таки об очень важном дне для нашей страны. Это день освобождения от немецко-фашистских захватчиков для вас? Вы про 9 мая? Конечно. 9 мая – это День Победы. И на самом деле, если затрагивать тему фальсификации истории, то это объективный факт, которым занимаются элиты разных стран. Или, если хотите, это такой общий европейский тренд в постсоветском пространстве. Для того, чтобы оторвать нас от нашего великого прошлого, чтобы, если хотите, на генном уровне последующие поколения забыли о том, что было в те страшные годы, кто начинал войну и кто освобождал Европу от фашистской оккупации. Но на самом деле я хотел посмотреть, как данный праздник отмечают в самой Европе. Предположим, в Германии, в Берлине. Отправился туда, если я не ошибаюсь, в 2015 или в 2016 году. Уже так просто столько мероприятий прошло, что сам год не помню. Поехал туда. Мы специально подготовили громадных размеров Знамя Победы. И совместно с жителями Берлина мы его развернули у Рейхстага. Так вот, самое интересное, что все мероприятия, посвященные этой дате, в Германии, в Берлине проходят в Трефтов парке. Сами немцы очень позитивно относятся к этой дате и действительно отмечают ее. И на самом деле это какое-то... У меня вызвало такие смешанные чувства, если хотите, когнитивный диссонанс. Потому что наша власть заявляет о том, что они держат курс на Европу, проевропейская власть. И пытаются доказать свою проевропейскость или нужность Западу тем, что будут всячески клевать наше советское прошлое, ставив камни жертвам советского тоталитарного режима, пытаться подменить этот день днем Европы и так далее. А в самой Европе, несмотря на это, как раз отмечают этот праздник достаточно на высоком уровне. Мы развернули это знамя победы у бывшего Рейхстага. Ни у кого это не вызвало? Никакого не вызвало. К нам подошли работники полиции, наоборот, спросили, чем помочь. Жители Берлина подходили с удовольствием, брали это знамя, поднимали знамена победы, которые мы пришли на древках, на палках. Никаких вопросов не было. Брали георгиевские ленты, ни у кого это не возникало. Какой-то апатии в Трефтов парке, вообще там и концерт, и местные организации левого толка отмечали этот день. Я вообще не заметил в самом Берлине какого-то негатива по отношению к этому дню. В Молдавии радикально настроенные националистические организации, которые позиционируют себя как унионисты, и с этим согласна и нынешняя власть в Молдавии. Они пытаются, так сказать, этот день каким-то образом затереть, если хотите. Но на самом деле это вызывает обратную реакцию общества. Общество консолидируется, и вы посмотрите. Кстати, нету, не то чтобы в современной истории, да, а вот в Молдавии нету сегодня другого праздника, который так консолидирует многонациональное молдавское общество. Каким образом можно стереть из народной памяти то событие, да, ту страшную войну, в которой принимало участие более 1,7 миллиарда человек, да, и погибли от 50 до 70 миллионов человек. Как это можно стереть? Есть ли вообще на европейском континенте, и не только на европейском, семьи, которые не были затронуты этой войной? Каким образом можно это стереть? И что нас ждет в случае, если все-таки будущее поколение, да, следующее за нами, пойдет на эту уловку, да, и не будет относиться так же к этому дню? Что нас ждет, если люди забудут об этой войне? На самом деле, я хочу сказать, что, к сожалению, тенденция идет к тому, ну, на самом деле и время проходит очень много, да, поэтому эти мероприятия проводить настолько важно, чтобы как раз будущее поколение, чтобы молодежь привлекать к этим дням, показывать им документальные фильмы, новые художественные фильмы, правда, не все удачные, но в то же время я считаю это делать просто необходимо и, если хотите, обязательно. Потому что, к сожалению, новое поколение, вот молодежь, она зачастую поддается этим тенденциям негативным, да, и те книги, которые выпускаются на некоторые западные гранты, да, или там, та политика, которую проводит нынешняя власть, все равно каким-то образом все-таки удается сбить молодежь с правильного пути и создаются совершенно другие герои. Вот посмотрите, если бывший президент Румынии заявляет о том, что он на месте Антонеску сделал бы то же самое и напал на Советский Союз, то есть фактически из убийцы, диктатора, фашиста... Это вы говорите о... Фашиста. Я говорю о Басеску. Который потом претендовал на молдавское гражданское. Естественно, само собой. О политике Басеску мы можем поговорить отдельно. Просто я считаю, что этот человек просто даже не достоин упоминания, чтобы мы там каким-то образом обсуждали его политическую повестку дня после таких слов, да, когда фактически этот человек, претендующий на голоса жителей, предков, тех, кто победил фашизм, говорить о том, что он на месте этого страшного диктатора Антонеску. Даже Гитлер был иногда в шоке от того беспредела, который творил Антонеску, в том числе и на территории современной Молдавии. И если мы будем, так сказать, обсуждать этого человека, недостойного вообще упоминания, то мы уйдем совершенно в иные вещи. И вот на самом деле в некоторых вещах это влияет на современное поколение. И многие уже даже иногда задумываются, а зачем это праздновать, зачем это отмечать, данные праздники. И вот для них нужно показывать это фильмы, что творили фашисты, в том числе и на территории нашей страны. Мало кто знает из современной молодежи, что выходцев из Молдавии, более 20 человек стали героями Советского Союза. Около пяти, кстати, проживали в Кишиневе. И так далее, и тому подобное. То есть эта работа сегодня необходима для того, чтобы не повторились эти страшные события того времени. Дружба народов. Почему лично вы решили взять на себя такую ответственность, стать одним из организаторов практически ежегодно этих мероприятий? Потому что вчера и позавчера у меня был разговор с одним человеком, с другим, которые сказали, я говорю, кого пригласить на тему 9 мая? Мне себя говорят, Игорь Тулянцев. Вот Игорь Тулянцев равно к 9 мая самый такой приглашаемый гость. Я бы не брал на себя ни в коем случае ответственный, что вот я как-то там ассоциируюсь с 9 маем. На самом деле это всенародный праздник и все жители... Вы ассоциируетесь с обязательной акцией к 9 мая в Молдове? Вы знаете, несколько лет назад мы создали общественный совет за родину, которые потом переименовали за свободную родину, потому что невозможно выступать за родину, которая сегодня захвачена, она должна быть освобождена. Создавался этот совет в первую очередь для того, чтобы как раз достойно проводить мероприятия, посвященные этой великой дате. И в этот общественный совет вошло более 90 общественных организаций, практически все оппозиционные политические партии, к сожалению, кроме партии социалистов, которые заявляют о том, что она оппозиционная, но, как оказалось, не очень она оппозиционная. Создали общественный совет и ежегодно проводили около 100 мероприятий, посвященных этой великой дате. Начинали эти мероприятия проводить с 23 февраля. С 23 февраля для того, чтобы понемножку, понакатанной, подойти к 9 мая. И 9 мая были самые крупные мероприятия, посвященные этой дате. Просто мы старались отметить в каждом городе, который был освобожден от фашистской оккупации. Например, освобождение проходило с севера, и вот советские войска, мы говорим про 44-й год, потихонечку подходили к Кишиневу, там Яско-Кишиневская операция, дальше и так далее. И вот мы в каждом городе проводили эти массовые мероприятия, старались охватить всю страну, естественно, и юг тоже страны, и столицу ее. И поэтому, наверное, каким-то образом, скорее, не со мной ассоциируется, а вот ассоциируется с общественным советом. Естественно, я бы сам не смог провести такое количество мероприятий и даже не претендовал на это. То есть это благодаря всем тем людям, которые вошли в общественный совет за свободную родину, и проявляли инициативу, проявляли желание, тратили свое время на поездки по всей стране, помогали ветеранам Великой Отечественной войны, и мы об этом на самом деле стараемся. Вы говорите, откуда такое острое желание, да, и вот это, как вы находите эти возможности проводить эти акции? Информация же о вас есть разная, вы этом знаете. Кто-то говорит, что вы гранты на это получаете, кто-то, что есть какие-то пожертвования состоятельных людей. Каким образом? Да, говорят о грантах в основном наши оппоненты, не зная просто, что на самом деле я не получил ни один грант за всю жизнь. И никогда на гранты не существовал и не проводил ни одного мероприятия. Поэтому, когда наши оппоненты рассказывают о том, что мы грантоеды или что-то еще, вызывает смех, потому что, так сказать, каждый судит по себе, да, то есть если кто-то существует на гранты, они, естественно, видя нашу работу, думают, ну, а что, не просто так, что ли? Ну, я хочу ответить, ну, не просто так. То есть мы, конечно, естественно, не просто так, мы тратим свои средства на проведение этих мероприятий. И в том числе за счет актива Общественного совета за свободную родину. Это лидеры общественных организаций, которые тратят свои собственные деньги на проведение этих акций. Вы понимаете, когда дело касается таких вещей, которые не просто близки по духу. Я вырос в семье военных, мой дед был военный, который меня воспитывал, бабушка была блокадница Ленинграда. Я вырос в этих традициях. И поэтому, если хотите, это дело моей жизни, это дело чести, для того, чтобы защитить эту победу, для того, чтобы передать вот тот дух, справедливость, которую несли мои предки. Нес мой дед, он меня воспитывал в подобных традициях. Мы каждый год, я помню, как 9 мая, я его держал за руку, он весь в орденах. Рядом бабушка тоже, у нее было много орденов. И мы шли на 9 мая, он мне рассказывал много. И когда я смотрю сегодня на тех людей, которые пытаются сфальсифицировать историю, которые пытаются оболгать ту великую победу наших предков, то, естественно, еще раз говорю, это дело моей жизни. Здесь ведь не вопрос в каких-то финансах. Финансы это лишь... А в политических амбициях есть вопрос? Нет, конечно. Я же никуда не баллотируюсь. Ты будешь баллотируешь? Сегодня я не баллотируюсь, я не претендую, но все равно мы отмечаем этот день и все равно мы проводим мероприятия, посвященные этой дате. На самом деле, да-да, вы как будто хотели что-то о политике. Пожалуйста, я готов отвечать. Не о политике. Я хотела спросить тогда, почему ваша основная активность приходится, знаете, так циклично именно на 9 мая? Неправда. Возможно, просто к 9 мая мы проводим массовые мероприятия, и рынок средств массовой информации, он предполагает скорее освещение каких-то красивых картинок, да, красивых мероприятий. Мы стараемся массовые акции проводить масштабно, и поэтому пресса чаще освещает вот такого подобного рода мероприятия. Предположим, когда мы, опять же, за средства общественного света и за свободную родину проводили восстановление памятника трем героям в селе Стояновка, пресса практически этого не освещала. Когда мы проводим конференции, посвященные этой дате, пресса не освещает. То, как мы помогаем ветеранам Великой Отечественной войны, мы на самом деле стараемся это не освещать просто, потому что, на мой взгляд, это даже слово сложно подобрать. Ну, как-то не по себе становится, потому что, когда мы живем в такой стране, когда государство не заботится об этих людях, выть хочется, когда заходишь к ветеранам Великой Отечественной войны домой и освещать в прессе, что мы им там принесли пакет продуктов или дали какие-то деньги. Ну, это просто кощунственно, это... Я не знаю, как это назвать. А как это досмотрит? Просто противно, вот просто противно это показывать в СМИ, если честно. Вот если искренне сказать. А как это досмотрите на то, что это делает? Это должно делать государство. Вы же часто видите в социальных сетях, да, и в определенных новостях показывают, да, что там та или иная партия, тот или иной политик пошел поздравил ветеранов, там, пакетом цветов и пакетик продуктовый, да, принес или помог, там, не знаю, крышу починить. Как тогда вы на это смотрите? Когда ветеран вспоминает один раз в год. Первое время я, когда на это смотрел, конечно, может быть, не говорил об этом никогда публично, да, но, естественно, как-то вот, когда осмыслил это, то сначала вызывало, естественно, такое чувство отращения к этим политикам. А потом, с другой стороны, я думаю, слушайте, уже плевать, поднимайте там политические знамена на этих акциях, делайте уже что угодно, главное проводите эти мероприятия. Поэтому чем больше этих мероприятий проводится, чем больше вспоминают о ветеранах Великой Отечественной войны, чем больше им помогают, пусть в своих политических целях уже просто плевать, да, ведь в этом смысле, может быть, это будет цинично, главный результат. То есть, если ветераны Великой Отечественной войны получают эту помощь, если им там чинят крышу, если им там приносят пакеты, пусть они там фотографируются на этих фонах, да, уже все равно, главный результат, вот, помогли им. Если государство этого не может сделать, уже пусть это делает хоть кто-то. Поэтому, на самом деле, здесь меры быть не может. Чем больше помощи, тем лучше. Чем больше мероприятий, тем лучше. Каким образом мы можем повлиять на то, чтобы подрастающее поколение, да, будущее, знало правду об этой войне? Уходят ветераны, да, то есть из первого источника рассказать будет уже некому. Останутся книги, фильмы, как вы говорили, и при этом, мне кажется, что в нашей стране не уделяется как-то, даже элементарной фактологии, да, никакого внимания особенного. Есть какие-то небольшие моменты, но, в принципе, нет глобальной никакой программы, да, рассказывать о том, как прошлась даже по нашей небольшой территории Вторая мировая война. Не так много источников, которым можно сказать, что, допустим, в августе 41-го на территории Молдовы было открыто Бессарабий, да, тогда называли, 49 лагерей и гетто, да, сколько людей погибло. Как людей сжигали, убивали, расстреливали только за одну национальность, за неподчинение. И не только за национальность. Антонеско, когда приехал в Бельце, ну, это как один случай, да, просто там. Антонеско, когда приехал в Бельце, ему рассказали о том, что люди не согласны с новым режимом. И тогда они... Ну, это как пример этого Сингета как создавалось. По национальному... Да, евреев уничтожали, это... Цыган. Как бы цыган, евреев, да. А не смотря, не только смотря национальность, да, то есть люди, которые не соглашались с политикой нового режима, их просто публично вешали для того, чтобы видели остальным примером. И расстреливали только за позицию. То есть они не организовали каких-то акций. Только за то, что люди высказывались где-то соседу, где-то на какой-то встрече, высказывались с несогласием нынешнего режима. Вот эти все вещи, конечно, нужно освещать. Эти все вещи нужно пытаться донести до... Ну, очень сложный вопрос, каким образом. Очень сложный вопрос, когда тебе мешает репрессивная машина, да, олиграфическая. У людей поднимается рука на памятнике, посвященной героям Второй мировой войны, да, учитывая, что небольшое внимание, не такое, наверное, какое должно было бы быть, уделяется в учебниках истории, да, учитывая... Нет, там вранье просто пишут, там не просто внимания не уделяют, там просто пишут вранье. Там есть и определенные факты, но там все, на мой взгляд, недостаточно раскрыто. По крайней мере, даже вот то, что происходило здесь, на этой территории 41-го по 44-45-е годы, надо было бы рассказать. Все. Ну, не просто, здесь понятно, это и великое... За 12 лет, которые дети учатся в школе, есть время рассказать, как оно было на самом деле. Согласен. Вопрос, на самом деле, очень сложный и в то же время очень глубокий, потому что это зависит от нынешней власти. Как власть, какую политику будет строить в отношении образования. Ведь, к сожалению, сегодня все политизировано. И то, как представляют, предположим, годы румынской оккупации, я имею в виду с 18-го по 40-й, и то, как представляют с 41-го по 44-й, все зависит от того, как это будет делать нынешний режим. Понимаете? Но сегодня нынешний режим, у них иная точка зрения. А какие-то конкретные предложения у вас есть, кроме вот проведения акций? Это хорошо, привлечь людей, чтобы они пришли. Кроме этого, что-то еще, какие-то конкретные предложения? Может, были обращения Министерства образования с предложениями пересмотреть какие-то моменты? Может быть, было предложение ввести какие-то факультативы? Потому что есть... Послушайте, мы можем предлагать что угодно. Вы понимаете, что за наши акции заводят уголовные дела. Кому предлагать? Кому? Может, Додону предложить? Кому предлагать? Ну, вот он будет проводить этот бессмертный полк? Это очень хорошо. На самом деле, это очень хорошо. Бессмертный полк – это акция, которая не просто достойна уважения. Это действительно такое всемирное мероприятие, которое, я уверен, с каждым годом будет нарастать. Только проблема в другом. Пусть его проводит Додон или кто-то еще. Вопрос в том, что у нас за эту акцию борются несколько прецедентов. Активиста или неактивиста, ну да, активиста демократической партии. Он постоянно за нее ратует. И по совместительству председателя Координационного совета российских соотечественников Петр Донцов. Он является одним из организаторов этого бессмертного полка, который, на мой взгляд, неким образом дискредитирует саму идею. И Игорь Додон, который проводит 9 мая. Вот здесь есть некоторые несостыковки в разные дни. И многих людей может, так сказать, это дело попутать. Но сама идея, конечно, она просто прекрасная. Я считаю, что чем больше людей будет участвовать в подобных мероприятиях, тем лучше. А вы в этом году уезжаете в Тараклию? Я уезжаю в Тараклию, да. Я уезжаю в Тараклию, потому что этот город, если хотите, такой островок свободы в Молдавии. Где остались старые названия улиц еще. Там есть улица Ленина, улица генерала Инзова, улица 28 июня. Там прекрасная местная администрация, там замечательный мэр Сергей Филиппов, который действительно, вот на таких людях на самом деле до сих пор держится Молдавия. Которые там вне зависимости от того, привезут им знамя победы, не привезут, кто там приедет. Они действительно на очень высоком уровне проводят подобные мероприятия. Ну и вообще политика этого человека мне очень близка. Поэтому мы едем в Тараклию. Политика просто местных организаторов мне не очень близка. Я в этом году решил не проводить акцию в Кишиневе для того, чтобы, так сказать, великие оппозиционеры в виде партии социалистов и великого президента Игоря Додона не рассказывали о том, что кто-то им мешает проводить мероприятия, как они старались это сделать в прошлом году. Игорь, у меня есть два вопроса. Раньше говорили, что Общественный совет за свободную Родину, это организация, где принимает участие много разных, в которую включает много организаций в формировании как политических, так и неполитических. А сегодня вы говорите, вот сейчас, да, уже чуть позже, о том, что я принял решение, что мы будем проводить в Тараклии. Так это все-таки совет, в котором... Я говорю за себя. Так это вы будете организатором в Тараклии? Или это будет совет за общественную, за свободную Родину? Я принял для себя, что в этом году я еду в Тараклию. В этом году Общественный совет за свободную Родину по отношению к 9 мая мы не собирались даже ни разу. Я же вам говорю, что я бы хотел избежать к 9 мая каких-то распри с организаторами и другими. Просто хотел бы их избежать. Потому что эта дата должна консолидировать людей, а не разделять. Насколько я понимаю, не только же вы лично уезжаете в Тараклии, туда приедут и посетят других НПО из юга. Вы понимаете, 9 мая, опять же, это день консолидации, день объединения. Но это год-год выборов. И я понимаю, что все политики на этой дате будут пытаться каким-то образом спозиционировать себя. Потому что, опять же говорю, эта дата просто священная. Она близка практически к каждому гражданину нашей страны. И вот политики, которые будут проводить эти мероприятия, а потом использовать это в предвыборных роликах, вот лично я не хочу в этом участвовать. Я даже не хотел, честно говоря, об этом говорить. На самом деле вы меня просто вынудили. Я в этом году решил провести 9 мая в Тараклии. Я лично, как гражданин Республики Молдова, не как представитель общественного совета. И всех ваших друзей вы приглашаете? Я не всех наших друзей, я не всех своих друзей или сторонников приглашаю. Я просто объявил о том, что я буду проводить в Тараклии. А будет там самое большое знамя? Если кто-то хочет проводить в Тараклии, пожалуйста. Мы согласовали это мероприятие с Сергеем Филиппом. Мы проводим его совместно с местной администрацией. На самом деле многие изъявили желание участвовать. Знамя большое будет разве? Знамя большое будет, да. Будет еще несколько сюрпризов. Там, понятно, и Гердовская лента будет. Будет небольшой концерт. И еще один флешмоб. Я пока не хотел бы о нем сообщать. Мы его готовим. Я сегодня после вашей программы еду на Тараклию встречаться с мэром. И мы хотим провести очень достойно мероприятие, День Победы. А в Кишиневе, я надеюсь, что тоже все пройдет хорошо. Мы сейчас с вами перейдемся на рекламу. Куда без нее? Реклама на 21-м канале. Она пролетит незаметно. Оставайтесь с нами. Мы вернулись в студию после рекламы. Напоминаю, у нас сегодня в гостях Игорь Тулянцев. Кто, Тулянцев? Вы говорите, что политики используют 9 мая в своих каких-то целях. Что в канун выборов вы не хотели бы в этом принимать участие. В этих мероприятиях, которые будут в нашей столице проходить. И в северные столицы можно было бы и туда съездить. Нет? Куда вы имеете? Бельце. Вы забыли, где он на северные столицы? Забыл. Но если бы поехал в Бельце, вы меня спросили, а почему не Кагул? Почему не Камрат? Почему не Тараклия? Вы выбрали Тараклию, потому что я объяснил, почему. Это единственный такой островок свободы в нашей Молдавии. Это действительно островок свободы. Такое слово «интересная свобода». Я думаю, часто мы размышляем с гостями на эту тему. И все-таки, а что такое свобода? Как он выглядит, островок свободы? Чем там отличается? Знаете, вообще, это такой вопрос, конечно, философский. Но, на мой взгляд, человек свободен тогда, когда он может быть самим собой. То есть, а здесь, конечно, мы не можем быть самим собой? А человек не может быть здесь самим собой, когда ему нужно делать все для того, чтобы выживала его семья. Ну, вы, честно говоря, не очень похож на человека, который выживает. Я нет. Но таких, на самом деле, меньшинство в нашей стране. Большинство у нас выживает, а не живет. Тогда почему вы не занимаете гораздо более активную позицию? Для того, чтобы, если вы видите, как можно, видите эти проблемы, если вы видите, как их можно исправить. А я так понимаю, что и эти предложения у вас тоже имеются. Почему вы не занимаете более активную позицию, а гораздо чаще пишете в социальных сетях, да, скажете свое мнение на каналах, кто вас приглашает? Хотя понятно, что приглашают, не все. Но и не переходите в более активную позицию? Мы проживаем время сегодня в стране, когда нет политики. Политики нет. Когда мне говорят... Ну, это, по-моему, не очень оригинальная идея, Марк Ткачок еще раньше высказал. Когда мне говорят, Игорь Тулянцев – политик. Я говорю, нет, я не политик. А кто, Игорь Тулянцев? Я не занимаюсь политикой. Невозможно заниматься тем, чего нет в нашей стране. Сегодня в нашей стране есть договорники. Вот я их так называю. Все сегодня по договору. В Молдавии все абсолютно сегодня фейковое. Как говорит молодежь, да? Сплошные фейки. Фейковая оппозиция, фейковая власть, фейковая борьба. Все абсолютно сегодня фейковое. Поэтому в этих договорниках невозможно участвовать. Политика настанет тогда, когда большинство граждан нашей страны поймут, что нет борьбы. Вы извините за такое. Большинство поймут. Они не понимают. А у нас когда-то такое было, что большинство понимают? Конечно. Оно не просто было. Оно обязательно будет. Оно обязательно настанет. Когда? Просто в захваченном государстве, когда средства массовой информации поделены между так называемыми, в кавычках, политическими игроками. Вы понимаете, о ком я говорю, между партией социалистов и демократической партией. То очень сложно, приезжая куда-то в район, доказать местным жителям, что им какую-то лабуду или туфту парят по телевидению. Сегодня один-два канала, в том числе и ваш канал, можно сказать, что они действительно объективны. Потому что приглашают всех, так сказать, участников общественного или политического процесса. А в Молдавии нужно менять общественные отношения. Вот тогда, на самом деле, придет какая-то свобода. А почему эти люди должны кому-то верить? Давайте возьмем 2015 год. Были протесты, да? Целый год. Подождите, давайте вернемся к этим протестам. Вот меня тогда тоже, кстати, и вы меня спрашивали, но, правда, не на экране телевизора, а на экране телевизора у меня на канале ТВЦ у Романа Бабаяна. Тогда задали вопрос, а почему вы не участвуете в этих процессах, в этих протестах? Я тогда сказал, что ведь все абсолютно понятно, что происходит в нашей стране. Что это договорняк, что никакого результата этого протеста не будет. Что оппозиция и власть таким образом просто выдувают пар в свисток. Тогда партия социалистов начала громко возмущаться, что, значит, я там провокатор, что я там несу какую-то чушь с экранов телевизоров. И они обязательно свергнут этот режим. Вот этот протест последний. Все, выходите все, обязательно свергнут этот режим. Ведь тогда все было понятно, что протест не дойдет до конца. У нас в 2014-м тоже был последний протест. Да, конечно. Да, они ничем не отличаются. У нас все, кто проводят протесты, каждый приводит. Подождите, не все, кто проводят протесты. Сколько лично вы проводили протесты? Все, кто проводил протесты. У нас не было массовых протестов. У нас не было возможности проводить массовые протесты. Я помню, ваш протест перед парламентом к вам в ГИМКу выходил. Да, тогда закрывали просто русские школы, русские группы. И мы решили провести протесты. Тогда ГИМК был исполняющий обязанности президента. Тогда вышел к нам и ушел. У нас было много протестов. У нас были протесты в защиту нашей родины-мать, памяти, которая стоит перед Академией наук. Тогда вышел Дука на сцену. Многотысячный протест провели. И, кстати, участвовала тогда и партия коммунистов в нашем протесте. Дука вышел на сцену и сказал, что этот памятник не будут сносить. Много чего мы проводили, и был какой-то результат. Я не говорю, что только у нас был результат. Возможно, невозможно, он был и у других политических партий. Без сомнения. Подобные мероприятия, еще раз говорю, нужно и важно проводить. Вопрос, когда эти мероприятия ты проводишь по зову сердца, когда ты реально вступаешь в борьбу, это одна история. А когда ты договариваешься с властью, предположим, то, что сегодня делает так называемая оппозиция, говоришь, с одной стороны, ну, жукатску фокул, еще раз и так далее, а с другой стороны, делаешь подножку и голосуешь вместе с этим режимом за смешанную избирательную систему. И понятно, кому это нужна, смешанная избирательная система. Понятно, что партия социалистов подставила плечо нынешнему режиму. То о реальной борьбе говорить невозможно. Я могу привести еще тысячу примеров этой связки. И ни у кого сомнений нет в том, что сегодня между партией социалистов и демократической партией существует сговор. Среди картельный сговор. Они хотят взять или претендуют на монополию на власть. Ну, претендует демократическая партия. Просто осуществляет она свои действия благодаря партии социалистов. Я надеюсь, что, возможно, когда-то перемкнет у партийцев, социалистов, и они все-таки вступят в реальную борьбу с нынешним режимом. Но то, что происходит сегодня, лично я в этом участвовать не хочу. Поэтому, когда вы задаете вопрос, почему вы ничего не делаете, потому что сегодня еще не время что-то делать, потому что политики нет. Есть договорники и есть фейк. Я гражданин Республики Молдова с активной общественной позицией. Вот так вы себя сейчас позиционируете. Да, конечно, да. Если я вижу, что реально я могу на что-то повлиять, что-то изменить, я это делаю. В политических процессах участвовать сегодня не хочу. Потому что, опять же говорю, что это сговор. А в договорниках, в фейках я участвовать просто не хочу. А что необходимо для того, чтобы изменить политическую ситуацию в Молдове? Я же еще раз говорю, когда придет полное осознание того, что нам пудрят... Это все теория, вы понимаете? Это не теория. Подождите, что это теория? Если людям будут ежедневно втирать, что вот оно вот так правильно, они поверят в то, что именно вот так правильно. Неправда. Неправда. Если мы сравним ситуацию с 2015-2016 годом, то рейтинг у так называемой оппозиции сегодня гораздо ниже. Просто создают им условия без альтернативности. Любой политический проект, который сегодня будет идти в разрез партии социалистов или альтернативой партии социалистов, я специально подчеркиваю именно партии социалистов, потому что сегодня это в представлении большинства единственная политическая сила, которая борется с нынешним режимом. Нет, если вы говорите о левом фланге, то что на правом есть? Да, 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 я говорю, да, вы правы, здесь вы правы, я говорю о левом фланге. Так вот сегодня любая альтернатива политического проекта партии социалистов, любая альтернатива, она будет уничтожаться демократической партией. Нынешний режим не допустит никого на левый фланг. Она не будет уничтожаться партией социалистов, они невозможно никого уничтожить. То есть это такая партия, ну как такая, настолько фейковая, настолько надутая, я их называю фотопартией, да, фотопартией, потому что весь их рейтинг строится на фотографиях, понятно с кем, да, с известными политическими лидерами, у которых действительно рейтинг в Молдавии очень высокий. То есть вытащить вот этот козырь из политической колоды партии социалистов и ее просто не будет. Нету сегодня реальных программ, нету сегодня людей, которые реально борются за благо населения. Вот, нет, кстати, есть там хорошие ребята в партии социалистов, которые, возможно, верят, да. Я говорю там второй, третий эшелон. Я хочу сказать больше, что в каждой партии подавляющее большинство – это люди, которые искренне верят в то, что... Мы говорим о лидерах, да, мы говорим о лидерах партии. Нельзя там всех членов партии мазать, так сказать, одной кисточкой, да. Мы говорим сегодня о лидерах партии. Вот лидеры партии вступили в картельный сговор с нынешним режимом и сливают всю надежду населения на перемены. Ну, в таком случае необходимо создавать альтернативу. Я же еще раз говорю, что власть сегодня будет уничтожать любую альтернативу партии социалистов. Тогда получится, что вы практически наблюдаете за этими процессами, лично не вмешиваясь ни во что, потому что иначе партия, я так понимаю, как вы говорите, демократическая вас уничтожит, да? Она уничтожит не меня, она уничтожит любую альтернативу партии социалистов, левой партии, любую. Это буду я, это будет кто-то другой, будет делать все возможное, чтобы уничтожить. Да, это так. Конечно. Но это путь в никуда. Почему путь в никуда? Опять же говорю, пока сегодня у населения, у молдавского населения есть надежда вот на эту альтернативу, очень сложно сегодня говорить о реальной политике. Но кто-то эту альтернативу должен создавать. Но со временем мы приходим к тому, что общество, молдавское общество уже понимает, что на самом деле происходит. После того, как социалисты поддержали проект демократической партии, внедрение смешанной системы, и со временем, когда другие оппозиционные силы объясняют населению, к чему это приведет, предположим, какая бы политическая партия проголосовала за то, чтобы не взять власть. Реальный рейтинг партии социалистов, он приближен к 50%. Реальный рейтинг партии социалистов был одно время приближен к 50%. По смешанной системе 50% населения проголосует за партию социалистов, они получают 25 мандатов, четверть парламента. Какая нормальная оппозиционная политическая партия проголосует за то, чтобы не взять власть. В этом случае лично вы просто выжидаете? Я живу. Я, если хотите, в отпуске. Но насколько я понимаю, политика это не та вещь, где можно брать отпуск. Возможно, но я еще раз говорю о том, что я не говорю о своих каких-то политических амбициях. Нет. На сегодняшний день? На сегодняшний день нет. Да, на сегодняшний день нет. Если я почувствую, что завтра время пришло, возможно, завтра у меня будут политические амбиции. Но сегодня нет. Сегодня есть другие дела. Я так понимаю, что тот же вопрос еще и команды? Конечно, это очень важный вопрос. И команды, да. Много вопросов. Но, опять же говорю, сегодня политических амбиций нет. Потому что политики нет. А мы к этому обязательно пройдем. Когда чего-то нет, это что-то нужно создавать. Сначала появляется слово, насколько я помню, да, и потом все остальное. Когда вы утверждаете, что политики нет, это значит, что у вас уже есть какое-то видение того, какой должна быть эта политика, чтобы она была. А когда есть видение, вырисовывается. Если я правильно, логически рассуждаю, вы меня поправите, если вы не согласны. Тогда вырисовывается и план действий, да, того, как это все выстраивается. И это значит, что вы действительно просто выжидаете, когда все это можно будет. Но дело в том, что, насколько я понимаю, я бы не единственный из тех, кто хотел бы, но выжидают. Подождите, подождите, я не говорю о том, что я хочу. Нет, конечно, хотелось бы каким-то образом проявить себя в том смысле, что сделать что-то действительно для страны, да. Я сегодня делаю на своем уровне то, что могу, что у меня получается, и в этом смысле очень стараюсь. Если завтра появится возможность проявить себя на другом поприще, да, и что-то сделать для страны, я с удовольствием сделаю. Но сегодня такой возможности мне не представляется, и более того, мне не хочется. Вот в этих условиях мне просто не хочется. Вас довольно долго связывали конкретно с Лигой русской молодежи. Даже, я помню, уже в социальных сетях смеялись, что это вы такой будете вечный председатель Лиги русской молодежи. Где-то вы не встречались, кстати. Которого давно уже не являетесь председателем данной организации. Я не являюсь председателем Лиги 7 лет. Вот 7-й год пошел. Я помню. Ну, вопрос мой был о том, какие, на ваш взгляд, ситуации взаимоотношений Республики Молдова с Российской Федерацией. Как они сейчас складываются, какова сейчас наша обстановка. И многие винят исключительно власти Молдовы в том, что происходит. Ну, так ли это на самом деле? Плохо складываются отношения между Республикой Молдовой и Российской Федерацией с одной стороны. А с другой стороны, они не могут сегодня хорошо складываться. Почему? Ну, потому что нету тех людей, которые могли бы проводить данный курс. Просто их нету. Ни во власти, ни в оппозиции. Их просто нет. Что касается, вы, наверное, намекаете на те возможные видимые договоренности между некоторыми видными игроками в России и в Молдавии. Много об этом говорят. Мне сложно как-то это комментировать, но вопросы, естественно, возникают, предположим, странным образом. Когда высылают пять российских дипломатов из Молдавии, посольство России молчит. Когда делают невъездным вице-премьера Российской Федерации в Республике Молдова, это вообще прецедент такого. Просто сложно было представить, да. Посольство России молчит. Значит, и таких случаев достаточно много, да. И это возникает на фоне этого много вопросов, на которые, предположим, у меня ответов нет. Я пока не понимаю, с чем связано подобное поведение. Но очень надеюсь, что придет время, когда все эти процессы, так сказать, будут нужны. А вот тот ответ, который идет из Москвы, да, то отношение к Республике Молдова, которое мы видим отсюда, разве не говорит о том, что мы, ну, мягко говоря, даже не в первой десятке повестки дня взаимоотношений Российской Федерации? Вы имеете в виду Россию? Угу. Угу. Лилия, на самом деле, знаете, все настолько перемешалось, что очень сложно рассуждать на эти темы. Потому что, к сожалению, я вот, кстати, в социальных сетях выставил заявление в программе у Соловьева. Якова Кенни. Якова Кенни, да. Вы видели, да? У меня есть приучка готовиться к программе. Да, да. И он очень четко, вот я бы, наверное, с ним согласился, да, и он очень четко и ясно объяснил плохие взаимодействия на примере, в том числе и в Молдавии. К сожалению, сегодня нет общего плана. Вот просто нету плана, да. В Советском Союзе был план, была мечта. А сегодня нету ни мечты, ни плана, нету ничего. Чего мы хотим друг от друга? Не только Россия от Молдавии. А чего хочет Молдавия от России? Вот этих процессов переговорных, их нету. Есть некий, там, Дадон и партия социалистов, которая заявляет, понимая, что данные настроения в обществе, они популярные, да, пророссийские настроения в обществе действительно популярны. Он заявляет о том, что вот мы придем к власти, и у нас Лукашенко будет дарить не 5 тракторов, а 10. А Россия нам здесь будет инвестировать, строить заводы, пароходы и так далее. И вот на это все заканчивается. Вот просто заканчивается. Нету никакого плана ни у Молдовы, даже у оппозиции, ни у России. А что мы будем делать в сфере образования? А что мы будем делать в социальной политике? А что мы будем делать в медицине? А что мы будем делать? И так далее, и тому подобное. Нету ничего, нету плана. Поэтому, что нужно России от Молдовы, и что нужно Молдовы от России, я думаю, вам никто не скажет. Я имею в виду с тех людей, кто должен говорить. Нету плана. Никто не понимает, что нам надо друг от друга. К сожалению. А что нам может быть нужно от страны, в которой находятся более полумиллиона наших гастарбайтеров? Что нам нужно от страны? Да. Что нам может быть нужно, кроме нормальных отношений, чтобы наши граждане, которые там работали в мире, какие-то права? Да, чтобы им не... Я вообще за интеграционные процессы, на более глубокое сотрудничество. Я же вам привел пример. Там социальная политика, медицина и так далее. Россия, понятно, она на 10 ступеней выше нас по всем уровням. У нас же есть более глубокое сотрудничество с Румынией, с Европейским Союзом. Отлично. Отлично, да. Очень глубокое у нас взаимоотношение с Европейским Союзом, что европейцы за голову берутся от такого сотрудничества с нами. От тех преобразований, которые делает нынешняя власть, подводя стандарты под европейские. Просто сами европейцы за голову берутся. Я думаю, что мы для них как чемодан без ручки. И выбросить жалко, и нести тяжело. Поэтому вот эти все интеграционные процессы с европейцами и с Румынией. Может быть, румыны довольны этими интеграционными процессами. В силу того, что у власти Румынии есть претензии на нашу территорию. Не на людей, а именно на территорию, на землю. Им плевать там на молдаван. Они бы уже сделали давно, мне кажется, чтобы все отсюда уехали. Лишь бы территорию подобрать. Но это вопрос уже другой. Что касается с европейцами, то здесь не все так хорошо, как заявляет нынешняя власть. Мы же с этого начали. Все далеко не хорошо. Я за другие интеграционные процессы. Я говорю о реальном подъеме, качестве жизни. Если мы говорим о европейской интеграции, то давайте постараемся построить Европу у нас в Молдавии. Ведь ее не строят. Ее просто переносят в худшей вариации. Нет ничего европейского у нас в стране. Что такое евроинтеграция? Я хотела сказать... Европейские свободы, европейские мечты. Что это такое? Что такое евроинтеграция? Какие у нас интеграционные процессы с Европой? Я их на себе не ощущаю. Вы, как гражданин Молдова, ощущаете на себе эти европейские? Только разве что, что убили сельское хозяйство. Закрываются школы. Нет ничего. Это не европейские процессы. Я же говорю, что вы говорите о европейской интеграции. У нас ее нет. Поэтому я за другие интеграционные процессы, от которых Молдавия бы выигрывала. Поверьте, что их просто масса с Российской Федерацией. Во-первых, мы наши товары и услуги можем продавать России. Во-вторых, просто если хотите, то наши народы близки по духу. 700 тысяч гастарбайтеров не зря уехали в Россию. Хотя, имея возможность с молдавским паспортом уезжать в Европу. Но, опять же, я ни в коем случае не пытаюсь, так сказать, погладить Россию, а плюнуть в сторону Европы. Ни в коем случае. Молдавия та страна, которая должна выстраивать отношения со всеми. Тем более, что она, так сказать, на стыке. Она граничит с Европейским Союзом. Мы не можем просто отвернуться от Европейского Союза и направиться там глопом в Россию. Или наоборот. Но, мне кажется, что Россия все-таки нам ближе. А мы осознаем это свое преимущество? Или мы это воспринимаем как проблема в нашем нахождении? Вот это преимущество или проблема? Смотря кто. Для вас это преимущество наше территориальное? Конечно, преимущество. Молдова всегда была витриной. И в составе Российской империи, и когда была в Советском Союзе. Это была витрина, здесь было все самое лучшее, все самое хорошее. Это, конечно, безусловное преимущество. Это не просто преимущество какое-то территориальное, что мы ближе находимся к Брюсселю и в то же время примерно на таком же расстоянии к Москве. Вот мы посередине, не только. Но в том числе и в нашем ментальном, конечно, безусловно. 20 мая вы пойдете на выборы? Нет. Почему? Потому что это не выборы. Я же с этого начал, что в Молдавии в захваченном государстве не может быть свободных выборов. То, что мы наблюдали в последнее время, мы, по крайней мере, я для себя понимаю прекрасно, что проходят выборы без выборов. Не важно, за кого ты проголосовал. Важно, за кого поставит галочку главный координатор. Так вот, мы возвращаемся к той фразе, с которой я начинала сегодняшнюю программу. В действительности все иначе, чем на самом деле. Вы помните? Да, абсолютно. И вот из того, о чем мы с вами сегодня говорили, у нас получаются выборы без выборов, демократия без демократии. Да, на этих выборах победит, в кавычках победит, да, будет назначен тот человек, который выгоден нынешнему режиму. На год будет назначен. Возможно, кому-то будет подарок сделан за избирательную смешанную систему. А возможно, кому-то и не будет сделан этот подарок. Это по дороге договорятся. Но выборов нету, я имею в виду, что нету борьбы реальной. Реальной борьбы нет. Есть только договорники. Поэтому в этих условиях это не политика. И когда большинство граждан осознает эту историю, а обязательно придет это время, без сомнения, и мы видим, что с каждым днем сторонников того, что у нас просто такой сплошной фейк везде, или сплошные договорники, становится все больше и больше. Это даже можно сделать вывод по людям из сферы услуг. Предположим, едешь в такси и все время спрашиваешь, или в маршрутке, спрашиваешь водителя, за кого пойдете голосовать. Ну и трехэтажный мат начинается. Какой голосовать? За кого голосовать? Просто если я в эфире повторю эти слова, то меня телезрители не поймут. Нет, они-то вас прекрасно поймут. Меня не поймут наши органы проверяющие. Да, да. Оппозиция такой-то, такой-то, значит, эти такие-то, такие. Все куплено, все продано. И просто вот по-дворовому. И таких людей у нас все больше и больше. Люди понимают это. Поэтому есть сегодня власть и есть общество. Это абсолютно два разных измерения. Вот посмотрите. Мы говорим о начале передачи о ветеранах Великой Отечественной войны, которым нужно помогать. Вот власть им не помогает. Деньги государственные, да, или там вообще просто вот такой финансовый поток, капитал в одних руках в стране. Люди голодные. Едят только те, кто наверху. Вот они создают попутно фонд. Первой леди, второго сына, третьего, значит, кума, четвертого водителя, свата, брата. И начинают от своего имени помогать народу. Вот эти вот подачки, крохи со своего жирного стола. И ездят с 10 мигалками, с 30 охранниками по стране. Эти жирные коты, которые смотрят через тонированные стекла своих автомобилей люксового класса на народ. И рассказывают о том, как они серьезно борются с режимом, как они серьезно помогают населению. Это все должно делать государство. Вот когда придет нормальная власть, она обязательно придет, даже не сомневайтесь в этом. То эти функции возьмет на себя государство, а не эти карманные мальчики, которым позволяют сегодня вот эти крохи со стола бросать население. Это просто унизительно, на мой взгляд. Но другого, 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 к сожалению, другой возможности у людей нет. Поэтому, когда мы говорим об акциях, когда мы говорим о каких-то возможностях, то да. Вот в этих условиях свободы быть не может. Опять же, возвращаясь к вопросу. Человек не может быть свободен в таких условиях. Когда ему приходится каждый день думать, как ему накормить своего ребенка. Каждый день он открывает холодильник. Каждый день ему нужно отправлять ребенка в школу. Ему нужно ходить к врачу и оплачивать какие-то процедуры. Ну там все болеют, да. Нет возможности. Человек не может быть свободен в таких условиях. Поэтому до свободы нам далеко. На мой взгляд, все-таки свобода. Это внутреннее состояние каждого из нас. А если говорить о выборах, то единственный демократичный способ смены власти, который я знаю, это выборы. И я сейчас говорю не конкретной власти, а любой власти вообще. Если мы не будем ходить на выборы, то мы будем уступать свои демократические права другим, кто будет это решать за нас. Я думаю, что и Игорь Туранцев тут с умной согласится. И в том числе 9 мая один из таких дней, когда... Ну не надо быть равнодушными. Надо помнить тех, кто ушли, и благодарить тех, кто еще жив. Обязательно. Обязательно участвовать в мероприятиях, посвященных 9 мая. Так что всем добра, всем мира. Всего хорошего. Ну вот такой у нас получился сегодня душевный разговор. Это был программный вечерний разговор. Мы с вами увидимся на будущей неделе. Всего хорошего. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова